Фонд аварийного жилья в Югре увеличился. Этот вопрос сегодня обсудили на заседании правительства округа. Оказалось, что не все дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года, внесены в специальный реестр. После уточнения данных выяснилось, что еще около 10 тысяч квадратных метров жилья необходимо в него вписать. Наибольшее количество в Сургуте, в советском районе Коголыме и Пытьяхе. Данный перечень у нас на сегодняшний день составляет, раньше он составлял 419 тысяч квадратных метров аварийного жилья, на сегодняшний день он составляет 431 тысячу. Кроме того, сегодня на заседании правительства было принято решение направить около 8 миллиардов рублей на увеличение фонда заработной платы работникам бюджетных учреждений округа. Ряд специалистов в отраслях здравоохранения, культуры, образования, которые идут по указу президента. Если брать иные должности, то это идет индексация согласно коэффициенту инфляции, запланированной на следующий год, 3,8%. Также на заседании обсудили дополнение в соглашение между правительством региона и компанией «Сургутнефтегаз». В документе определяется перечень совместных мероприятий на 2020 год. Это и строительство жилья, и компенсации для коренных народов Севера, Сургутского, Белоярского, Хантумантийского районов, строительство станции очистки питьевой воды в деревне Юельско-Белоярского района, водозаборное скважинное в деревне Нумто, система пожарной сигнализации в общежитиях по целому ряду муниципалитетов Югры. Продолжение следует...